Книга к истинному православию. Автор Игнатий Тихонович Лапкин. Глава о священстве. Часть 2. Когда была действительно нужда, то сам Бог устами детей воздвигал измерян достойных и в шесть дней возводили в Патриархии. Память 6 февраля. Фотий, Тарасий, Патриарха в семь дней. Память 30 августа. Геннадий. Многие архиереи православные уклонились в симонию, за деньги поставляли в священство. Когда таких искателей счастья узнал Иоанн Златоуст в память 13 ноября, он изверг много епископов и священников, как совершенно не соответствующих своему саму. А сегодня такие горе-пастыри создали из себя кумиров, идолов, как говорит Василий Великий. Также позлощены и также безгласны. Действуют как антихристы, как обличает их святой Иероним Стридонский. Память 15 июня. Для очень и очень многих сам стал просто кормушкой, где ни за качество, ни за конечный результат никто на земле не спрашивает. 21 июня память Симеон Юродивый изображал таких цинников алтарных, надевавшими вместо себя, надевавшими вместо ораря колбасу и макавшими ее в горчицу и евшими. Сладкая жизнь поповская кончится горчицей гиенской. Кто сегодня скажет искренне и священство, не верьте мне, если слова мои не сходятся с Библией, как сказал Кирилл Иерусалимский. Чтобы выговорить эти слова, как минимум необходимо научить людей священному писанию и самому говорить Слово Божие не по бреду своего больного ума, но в страхе Божьем. Память 25 января Григорий Богослов назвал собор епископов гусями и журавлями, пихающими друг друга. Встал и ушел от них. Православный патриарх Феофил Павел 13 ноября гнал Златоуста и с православным епископом Форетрием на горных трупах искали убить Иоанна. И с ним в группу захвата входили только православные монахи. В память 4 февраля Исидор Пелосиот гневно обречал своего епископа. А епископ Флавиан память 18 февраля говорил. Епископы возлюбили тьму, угождая более земному царю. А Георгий Исповедник, память 7 апреля, видел в верении. На горнем месте вместо епископа стоит и дикий кабан. Уши и хвост его обрезаны прообраз сергианских архиереев, отдавших всю власть сатанистам и согласившихся в кавычках «спасать церковь через предательство церкви». Даже Макарий Египетский, память 19 января, удивился, что за каждым богослужением присутствует в церкви сатана. И на месте отсутствовавшего настоятеля стояло сел. А пять недель непричащающаяся женщина превратилась в лошадь. И пока не будет исполнено в храме на литургии оглашенные языки, все в храме будет лишь похожим на бесплатный концерт. Пасомы простят иному пастырю некоторую, быть может, сухость и суровость, которые свойственны иным характерам. Простят ему даже его слабости. Но никогда русский православный человек не простит священнику неверия или неблагоговейного, небрежного, внешнего, формального исполнения своих пастырских обязанностей. Не является мелочью и то, как пастырь относится к внешнему своему облику. Настольная книга, первая, 721. Особенно любят говорить, что каким бы ни был пастырь, а вот благодать от него все же не сходит, забывая, что Бог, цитата, не имеет надобности у мужа грешного. Про книгу Серахова, 15 глава, 12 стих. Скрываясь за сакраментальными, в кавычках, ответами, лжесмирением, как же не допустить к мочению лбов и к причастию в тот же день тех, кто сегодня только заскочил в храм по пути на базар, говорят, Мы их спасаем, а потом благодать довершит. Не говори, ради Господа я отступал, ибо он ненавидит того, ибо что он ненавидит, того ты не должен делать. Ни Гассирахова, 15, 11. Вся Библия до краев переполнена гневными словами о злых пастырях, которые пасут самих себя, а не овец. Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков. Побеждены вином, обезумели от секеры. В видении ошибаются, в суждении спотыкаются. Порок Исайя, 28 глава, 7 стих. «И вот, я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медную стеную на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей». Порок Иеремия, 1 глава, 18 стих. «И пророки станут ветром, и слова Господня нет в них. Над ними самими пусть это будет». Порок Иеремия, 5 глава, 13-18 стих. «Выхожу я на поле, и вот, убитые мечом, вхожу в город, и вот, истоевающие от голода, даже и пророк и священник бродят по земле бессознательно». Порок Иеремия, 14-18, 32 глава. «Беда пойдет за бедою, и весть за вестью, и будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника и совета у старцев». Порок Иеремия, 7-26. «Слушайте это, священники, и внимайте дом Израилев, и преклоните ухо дом царя, ибо вам будет суд, потому что вы были западнею в массифе и сетью, раскинутую на фаворе». Порок Иеремия, 5-1. «Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда». Порок Иеремия, 3 глава, 11 стих. «Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, «то я пошлю на вас проклятие, и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердца. Вот, я отниму у вас плечо, и помет раскидаю на лица ваши». Порок Малахия, 2 глава, с 1 по 3 стихи. «Господь говорит, пастыри отпали от меня». Порок Иеремия, 2 глава, 8. «Пастыри сделались бессмысленны». 10 глава, 21 стих. «Множество пастырей испортили виноградник». 12 глава, 10 стих. «А они хвалятся ризами, дипломами, митрами, и видели бедственнейшее положение этих пастырей, только отдельные люди, как Серафим Саровский, молившихся о них». Настольная книга священнослужителя, том 3, страница 601. «И Господь открыл мне, что будет время, когда архиереи земли русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения православия во всей его чистоте. И зато гнев Божий поразит их. «И сказал Господь, что не помилует их, ибо будут учить учениям и заповедям человеческим. Сердца же их будут стоять далеко от меня». «Большая часть священников погибает», предупреждает Иоанн Златоуст. «Но и эти грозные предупреждения не повлияли на тех, кто рвется к алтарю или уже кощунствует в сане, дискредитируя самые основы веры, без приготовления, допуская людей до причастия, до крещения, которые превратили в умочение лбов. Говорят, что погружение при крещении – это всего лишь традиция, забывая, что главнейшее при крещении есть троекратное погружение в воду во имя Отца и Сына и Святого Духа». Опыт христианского кодихитиса митрополита Антоний, страница 73. «Этих пастырей унесет ветер гнева Божия. Всех пастырей Твоих унесет ветер, и друзья Твои пойдут в плен, и тогда Ты будешь постыжен и посрамлен за все злодеяния Твои». Пророк Иеремия, 22-22. 34 глава книги Пророка Иезекииля. Эта глава есть поэма «Аксиас» с современным пастырем. «На пастыре воспылал гнев Мой, и козлов Я накажу, ибо посетит Господь Саваоф стадо Своё, дом Иудин, и поставит их, как славного коня Своего на брани». Пророк Захария, 10 глава, 3 стих и 1 глава. «Если будет на земле суд за распад личности, за уничтожение России, то на первой скамье подсудимых священники и учителя, а потом уж прокуроры, судьи и продавцы. Что такое священство, и каким оно должно быть и есть? Что об этом говорят святые отцы церкви? Лично для себя священник не может совершить ни одного таинства, кроме Евхаристии. Когда священник призывает Святого Духа и совершает страшную жертву и часто прикасается к общему всем владыке, тогда скажи мне, с кем наряду поставим его? Какой потребуем чистоты от него и какого благочестия? Говорит Златоуст. Священство Духовное имеют все христиане, но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. Соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Книга Откровения, 5 глава, с 9 по 10 стихи. Такому священству сообразные бывают и приношения, а именно молитвы, благодарения, умерщвления плоти, предания себя на мученичество за Христа и другие сим подобные. Церковь времен апостолов не знала деления на клириков и мирян в нашем смысле, как и не содержала таких терминов этих, но священство было и тогда. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно, ибо как тело одно, но имеет многие члены и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 4 по 11 стихи. Где и кем совершалось бы у нас таинственное и горе возводящее богослужение, если бы не было священства? Григорий Богослов. Великое это таинство совершают люди, но люди, поставленные распоряжаться небесным, они получили власть, которую не дал Бог ни ангелам, ни архангелам. Один только священник имеет право предлагать чашу крови. Иоанн Златоуст. Пресвитеры ложны, пресвитеры должны, думаю, опечатка здесь, быть благосердны, милостивы ко всем, чтобы обращали заблудших, посещали больных, заботились о вдовах и сиротах, воздерживались от гнева, мщения, заискивания и несправедливости в суде, удалялись от всякого сребролюбия и не были легковерны к наговорам на кого-либо. Поликарм Смирский, 80-й, 169-й года. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok